Здравствуйте! Я благодарен, что мы можем вместе с вами общаться через Слово Господа Бога. Неважно, кто вы. Когда Слово Господа войдет в ваше сердце и крепится в вашем сердце, вы станете людьми, подобными Иисусу. Но если вы считаете себя выдающим, особенным, и в сердцах людей, которые считают, что они все могут делать, то есть, Господь Бог ничего не может делать у таких людей. И Библия очень ясно говорит нам об этих вопросах. Давайте прочитаем 4 царств, 4 глава. Пожалуйста, откройте 4 царств, 4 глава. Я буду читать с первого по седьмой стих. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею. «Раб твой, мой муж умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал ей Елисей, «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме? Она сказала, «Нет, у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с Елием». И сказал он, «Пойди, попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей твоих сосудов порожных набери немало. И пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные оставляй». И пошла от него и заперла дверь за собой и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей, «Нет боли и сосудов», и остановилась масла. И пошла она и пересказала человеку Божию. Он сказал, «Пойди, продай масло и заплати долги твои, а ждать с Санеца, тем будешь жить с сыновьями твоими». Мы прочитали Пух, седьмой стих. Библия учит нас удивительной истине. Если вы посмотрите Евангелие от Иоанна, в шестой главе, Иисус взобрался на гору. Потом Иисус сказал. Иисус, визведя очи, и увидел, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, где нам купить хлебов, чтобы их накормить. Примерно пять тысяч человек пришли к Иисусу. И Иисус спрашивает у Филиппа. Где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Почему же Иисус спрашивает об этом? Для того, чтобы проверить Филиппа и узнать, что у него на сердце. Как же ответил Филипп? Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось, хотя не понемногу. Рядом находился Андрей. Андрей – это брат Симона Петра. И он говорит, здесь есть у одного мальчика пять хлебов, ячменок и две рыбки. Но что это для такого множества? Очень интересные слова. Иисус спросил Филиппа, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» О чем же говорит Филипп? Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. Может быть, он ясно все посчитал. Что Филипп, что Андрей, они были родом из Галилеи. Они встретились с Иисусом примерно одинаковое время. И пока они жили и проводили время с Иисусом, о чем же говорит Филипп? Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. Если вы внимательно прочитаете это слово, в слове, которое произносит Филипп, нигде не упоминается ни Бог, ни Иисус, ни благодать. И он даже не ищет это. Филипп говорит человеческие мысли. Теперь посмотрим слова Андрея. Что же говорит Андрей? Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки. Но что это для такого множества? Пять хлебов ячменных и две рыбки. Это обед одного мальчика. Слово такое множество символизирует людей. Только у мужчин собралось пять тысяч. Пять хлебами и двумя рыбками. Невозможно представить, что можно накормить пять тысяч человек. Такого не может быть. Но почему же Андрей говорит о них? Андрей встретился с Иисусом. И пока он шел вместе с Иисусом, он видел, как Иисус совершает разные чудеса. Хотя это пять хлебов и две рыбки. Это всего лишь обед одного мальчика. Но ведь здесь есть Иисус. Если ты будешь действовать, то этим мы сможем накормить всех, кто собрался в этом месте. Когда Филип услышал слова Андрея, как вы думаете, о чем он подумал? Ой, наш учитель выбрал слишком глупых людей себе в ученики. Если бы Андрей умел считать как я, как было бы хорошо. Здесь собралось пять тысяч человек. Даже двести динариев не хватит на них хлеба. А пятима хлебами и двумя рыбками, как можно их накормить? Быть такого не может. Как он может вообще об этом думать? Чушь несет. Слова Андрея и слова Филиппа очень ясно написаны в этом слове. Почему Иисус спросил Филиппа? Хотя Филипп следовал за Господа. Но поскольку он считал себя молодцом и умным, он ничего не принимал от Иисуса. Он говорит свои расчеты, но не говорит об ожидании от Иисуса. Андрей также был учеником Иисуса. Но он видел, как Иисус совершает многие дела. Он видел, как Иисус превратил воду в вино. Он видел, как Иисус поднял человека, который болел 38 лет. Видя дьяния Иисуса в сердце Филиппа. Кроме его мысли ничего не было. А Андрей не просто так следовал за Иисусом. Он видел силу Иисуса и дьяния Иисуса. Если такой Иисус будет действовать. У него была вера, что даже пятью хлебами и двумя рыбками он сможет накормить пять тысяч человек. Иисус знал, что у Филиппа нет веры. Поэтому о чем же спросил Иисус у Филиппа? Где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Но в словах Филиппа нет ни Иисуса, нет Бога. Хотя он видел, как действует Иисус. Однако в его сердце нет веры в Иисуса. Есть только человеческие расчеты. Андрей же отличался. Если Иисус будет действовать, то пятью хлебами мы сможем накормить пять тысяч человек. Да, у этого мальчика есть пять хлебов, ячаминах и две рыбки. Но что это для такого множества? Господь, тебе пора действовать. Помилуй, чтобы все могли наясытиться. Евангелие от Иоанна очень ясно показывает две разные души перед Иисусом. Среди тех, которые сегодня ведут духовную жизнь, есть многие, которые верят в себя, верят в свою силу. Но те, которые легко верят в себя, они не могут принять слово Иисуса. Те, кто верят в Иисуса, они говорят, этот вопрос может решить Иисус. Иисус может помочь. Иисус может действовать. Однажды я был дома. У меня засинял телефон. Я сказал, алло? Да, пастор, это город Чонжу. Брат Ким Чунхан, он болеет онкологией, он лежит в больнице. Его состояние только ухудшилось. Поэтому врачи говорят, что ему осталось максимум два дня. На тот момент один наш пастор находился в городе Чонжу. И я позвонил ему. Пожалуйста, посетите брата Ким Чунхан, который живет в больнице университета Чонбук. И потом этот пастор посетил и вернулся. Я спросил, как он. Мне сказали, ничего не получится. Нет надежды. Кажется, скоро он покинет этот мир. Следующий день, это было воскресенье. После дневного собрания мы планировали вечером провести собрание в городе Куангчжу. И город Чонжу находится по дороге в город Куангчжу. И я хотел посетить брата Ким Чунхан. Я думал, мне нужно где-то час, чтобы пообщаться с ним. И со мной ехали моя супруга и мой сын. Я сказал, мои супруги. Дорогая, давай мы поедем на час пораньше. Я хочу встретить брата Ким Чунхан в больнице Чонбук университета. И я сел в машину, и мы поехали в больнице университета Чонбук. Когда я открыл дверь в его палату, в этой палате уже царила атмосфера смерти. Брат лежал неподвижно. Что было, непонятно, он еще жив или он уже умер. Его супруга, она погрузилась в мышц, что ее муж уже умер, поэтому ничего не сказал мне. Когда я открыл дверь, она посмотрела на меня и потом отпустила голову снова вниз. Его мать сидела рядом и просто безмолвно плакала. Хотя ее муж не умер. Но в сердце жены этого брата или матери, брат уже был мертвым. Я чувствовал, что эта тема стучится и в мое сердце. Знаете, о чем я тогда подумал? Если бы сегодня в это место пришел бы не я, а Иисус, что бы произошло, я начал размышлять. Знаете, что удивительно? Во многих делах, с которыми мы сталкиваемся, если мы сами бы это все решить, будет тяжело. Но если Иисус будет там, ведь Иисус это не мы. Я подумал, если Иисус придет на это место, конечно, он будет передавать слово, будет общаться. Но так же он исцелит этого брата. Он ни в коем случае не проигнорирует его. И знаете, какое сердце у меня образовалось? Ведь этот Иисус находится и во мне, и находится в сердце этого брата. Значит, Иисус может действовать. Вот такое сердце образовалось у меня. Я должен был соединить сердце этого брата с сердцем Иисуса. Я сказал громким голосом, «Ой, брат Ким Чуан! Открой глаза! Посмотри на меня!» Я закричал. Он сказал, «Ой, да, пастор!» Я сказал ему, «Брат Ким, послушай меня внимательно!» Врачи говорят, что тебе осталось 2-3 дня максимум. Уже несколько месяцев лечили тебя от рака, но нет пользы. И говорят, что через 2-3 дня ты точно умрешь. Но, брат, знаешь, о чем я подумал, когда я пришел к тебе? Ведь и здесь находится Иисус. И во мне, и в тебе есть Иисус. Если этот Иисус будет действовать, тогда то, что ты сейчас умеряешь из-за болезни, это не проблема. Иисус воскресил даже мертвого Лазаря. Этот брат сказал, «Да!» Я сказал, «Послушай меня еще немножко!» Электричество проходит через провода. Если соединить проводами, то и в грязный дом, и в чистый дом, и в дом, где красивые люди живут, и в дом, где живут некрасивые, независимо от этого, электричество будет поступать, и будет работать стиральная машина, будет работать холодильник, или телевизор будет работать, мы сможем варить кофе. Надо просто соединить проводами. Электричество проходит через провода. А Иисус переходит через наше сердце. Послушай меня внимательно. Если твое сердце соединится в единое сердце Иисуса, когда здание соединяется проводами со станцией, электричество поступает. Даже если твое сердце станет единым сердцем Иисуса, тогда Иисус начнет действовать в твоем сердце. И тогда болезнь рака это не проблема. Я объяснил ему. Ты понимаешь меня? Когда дом не соединен проводами, тогда ничего там не будет работать. Но если мы подсоединим провода, то и в грязный дом, и в чистый дом, и в хороший дом, независимо, даже некрасивый дом будет электричеству поступать. И электричество говорит, я буду работать. Просто соедини свой дом со станцией, тогда я поступлю. Я приду к тебе, и будет гореть свет, и стиральная машина будет работать, и телевизор будет работать. Всем ты сможешь пользоваться. Знаете, что говорит Иисус? Если твое сердце будет соединено с моим сердцем, если у нас будет одно сердце, то я войду к тебе. Я смогу решить все твои проблемы. Ты понимаешь меня? А теперь я расскажу, как ты можешь быть единым сердцем с Иисусом. Послушай внимательно. Когда Иисус был на земле, перед Иисусом были многие больные. Иисус никогда не проходил мимо, не обращая на них внимания. Он исцелил человека, который болел 38 лет, и слепого исцелил, и прокаженных исцелил, и женщину, которая страдала кровотечением, исцелил. Иисус никогда не проходил мимо больного. Он обязательно их исцелял. Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна в четырех книгах Евангелия. Я внимательно смотрел, как поступает Иисус, когда встречает больных. Иисус никогда не говорил, что мне лень. Он всегда исцелял больных, которых он встречал. Ты понимаешь это? Да, пастор. Иисус никогда не отворачивал своего лица от больных. Он никогда не проходил мимо. Брат Ким, послушай меня. Иисус Христос что вчера, что сегодня, вовек он тот же. Тогда и в этой палате находится Иисус. И Он хочет исцелить тебя, который умирает от болезни. Чтобы Иисус мог действовать в тебе. Когда твое сердце будет едино с сердцем Иисуса. Когда здание соединяется с проводами, тогда электричество работает. Если твое сердце будет едино с сердцем Иисуса. Тогда Иисус будет действовать в тебе. Ты понимаешь меня? Ты понимаешь меня? Тогда теперь я объясню, как ты можешь соединиться с сердцем с Иисусом. Знаешь, что делал Иисус? Иисус исцелил мертвого Лазаря. Он исцелил и слепого. И прокаженного Он исцелил. Также Он оживил дочь Иаира. И также оживил сына вдовы. Иисус, что вчера, что сегодня, вовек Он тот же. Он тот, который никогда не пройдет мимо, не обращая на больных. В Библии есть такое слово от Бога. Если кто найдет вала упавшего, не проходи мимо. Сними с него бремя и подними его. Другими словами, Иисус, Он никогда не пройдет мимо нас. Нет причины, чтобы Иисус прошел мимо тебя. Иисус хочет исцелить твою болезнь, твою рак. Если твое сердце будет единым с сердцем Иисуса, тогда Иисус сможет действовать в тебе. Подобно тому, как мы проводим провода и соединяемся, тогда и стиральная машина работает. Мы сможем пользоваться и телевизором, и холодильником, всем, что нужно. То, что Я говорю тебе. Если твое сердце будет единым с сердцем Иисуса, если сердце Иисуса будет действовать в тебе, то это болезнь, это ничто. Ты понимаешь меня? Знаешь, что говорит сердце Иисуса? Если посмотреть Евангелие Матфея, Марка, Луки, Иоанна, Иисус никогда не проходил мимо больных. Он их исцелял, помогал, проявлял свою милость. Если этот Иисус, что вчера, что сегодня, вовек тот же, если Он увидит тебя, лежащего в постели, Иисус хочет исцелить тебя, помочь тебе. Но в настоящий момент Иисус может действовать. Пока твое сердце отличается от сердца Иисуса, Он не может действовать в тебе. Если твое сердце будет единым с сердцем Иисуса, сердца будут перетекать друг к другу. И тогда и сила Иисуса перетекает в тебя. Если сила Иисуса войдет к тебе, то болезнь, рак, это не проблема. Понимаешь ли ты это? Сейчас, знаешь, какая у тебя душа? Вот Иисус исцелил дочь Яира. Он исцелил сына вдовы. Иисус воскресил Лазаря. Иисус исцеляет болезни. Значит, и мою болезнь Он вылечит. А, Иисус исцелит меня. Он даст мне здоровье. Я смогу выздороветь через Иисуса. Если в тебе будет такое сердце, то это сердце будет единым сердцем Иисуса. И тогда то, что ты сейчас умираешь из-за болезни и рака, это не проблема. Понимаешь меня? Веришь ли ты в это? Веришь, что Иисус исцелит тебя? Как ты думаешь, ты выздоровеешь? Я спросил у него. Он сказал, да, пастор. Я сказал, давай я помолюсь за тебя. Возложил руку на голову. Я молился, Отец Небесный, браким Чунган, вот, пожалуйста, исцели его. Дай ему новую силу, чтобы он победил болезнь. Мы молились. Я встал. Я сказал, Чунган, все, вставай. Мне нужно ехать в горы Конгчжу. У меня больше нет времени общаться. Вставай, вставай. Я еду. пока-пока. И я ушел. Через неделю. Во время завтрака у меня зазвенел телефон и сказал, алло. Пастор, это я, Ким Чуан. В это время, по словам врачей, он должен быть мертвым. Ему сказали, что осталось два-три дня. Но его голос чувствовала сила. Он говорит, пастор, это я, Ким Чуан. О, как у тебя дела? Как самочувствие? Вчера была проверка. Нигде в моем организме сказали, что нет болезни. Нет ни одной клетки и рака. Сегодня меня выписывают из больницы. Поэтому я позвонил вам. Аллилуйя! Я славлю Господа. Живи ради Господа. Так мы поговорили. На следующей неделе брат Ким Чуан приехал к нам в церковь. И перед моим словом я пригласил брата Ким Чуан. Он вышел вперед. И я попросил, чтобы он свидетельствовал. И он свидетельствовал, как Господь Бог на протяжении одной недели. Врачи несколько недель, несколько дней лечили. Он находился при смерти. Врачи сказали, что ему осталось максимум два дня. Но он сказал, я поверил в Слово. Иисус исцелил всех больных, которых встречал в жизни. Если этот Иисус сегодня действует у нас, тогда у меня появилась вера, что и мою больницу он исцелит. Ведь он со мной. Хотя я его не вижу. Хотя я не могу потрогать его. Но он жив. Значит он исцелит меня. Я всего лишь поверил в это слово. И тогда я начал с большой скорости поправляться. И врачи удивлялись. И именем Иисуса я много раз видел, как происходят подобные деяния. всю ночь могу рассказывать. Несколько дней подряд могу рассказывать. И этого не хватит, чтобы все рассказать вам. Я видел, как Иисус жив и действует в нас. Мы с пратанхимчунган играли в футбол. Он подробно свидетельствовал перед нашей церквью. И наши братья и сестры. видели, как Бог жив и действует. Когда наше сердце перетекает сердцем Иисуса, когда у нас будет единое сердце с Ним, мы можем увидеть, как Иисус живет в нас и действует. За это я был очень благодарен. Я много раз видел Диане, как Он действует. В 1965 году я пошел служить в армию. И однажды ночью я спал. А первое, что делают в армии, это раздевают всех солдат и все вещи дают в армии. Зимой я поступил на службу, поэтому дали куртку, дали перчатки. Было очень много вещей. И в тот день нам очень много вещей раздали. И есть шкафчик в армии, куда вы кладете свои вещи. И в верхней полочке кладут перчатки, рядом каска лежит, потом ремень. И так мы ложились спать. Утром я проснулся, кто-то украл мои перчатки. В те годы в армии очень сильно избивали солдат. Если у вас нет перчаток, вас будут спрашивать, куда ты продал их? Мне стало очень страшно. Я думал про себя, нет другого варианта. Мы же в армии. Я тоже должен украсть у кого-то ночью. В армии нет понятия украл. Как бы вы не крали, оно будет находиться в Министерстве обороны. Поэтому называют перенесли в местоположение. И поэтому притворюсь, что пойду в уборную, потом перенесу некоторые вещи с одного места на другое. И так я решил украсть. Но я молился. И в душе было неловко о том, что я думаю о воровстве. О чем же я подумал? Если вдруг тебя увидят, как ты крадешь, тогда что произойдет? Да, если другие крадут, ничего страшного. Но все знают, что я верю в Иисуса. Если я буду красть, и если люди узнают об этом, тогда больше я не смогу передавать Евангелие в армии. Будут говорить, ты же вор, как ты называешь, чтобы верили в Иисуса? Вот что будут говорить. Я удивился. В армии я был очень счастлив, потому что мог передавать Евангелие. как раз наша часть была очень большей частью, но не было капеллана. Поэтому я занимался делами капеллана. Я собирал солдат, проводил собрания, передавал Евангелие. господи. Если хотя бы один кто-то из них получит спасение, я радовался. Я подумал, если вдруг кто-то узнает, как я краду, тогда на протяжении моей службы в армии я не смогу передавать Евангелие. А когда я подумал, что не смогу передавать Евангелие, я думал, что это будет самое сложное для меня. Поэтому я молился перед Богом. Господи, я не могу украсть перчатки. Пожалуйста, дай одну пару перчаток. Бог, дай, пожалуйста, одну пару перчаток. У меня нет дороги. Но ты ведь можешь селать. В тот день мы должны были научиться бросать гранату. одной рукой вы хватаетесь за гранату. Второй рукой вы выдергиваете крючок безопасности. Но граната не взорвется. Раз, два, три. Потом бросаете и вы прячетесь. Когда вы держите ручку, граната отделяется от моей руки, когда вылетает ручка, и она бьет по детонатору. И она начинает сжигаться. И где-то три секунды нужно, чтобы искра дошла до пороха. И так искра начинает доходить до пороха. Поэтому через три секунды огонь доходит до пороха. И когда граната взрывается, металлические кусочки начинают разлетаться по всем сторонам. И поэтому одной гранатой можно убить многих людей. Но знаете, очень важно научиться правильно бросать гранату. Потому что если будет сражение, дистанция, в которой вы можете бросить гранату, это даже не сотни метров, всего лишь 10-20 метров. Это значит, что враги совсем рядом. Поэтому все научно торопятся. Бывали случаи, когда бросали гранату, не выдергивая крючок безопасности. я не знаю, что летит граната. Враг берет, вытергивает крючок безопасности, бросает в ответ, тогда мы гибнем. Поэтому нужно проходить эту тренировку. Снимают крючок безопасности, держат ручку, раз, два, три, бросают и наклоняешься. И мы тренировались этому. Знаете, когда вы не торопитесь, все могут сделать, а когда вот паника, если вы бросите гранату, не выдерывая крючок безопасности, в ответ пролетит эта граната. Поэтому нужно обязательно проходить тренировку. В качестве тренировки снимают крючок безопасности, потом бросают под горой и граната катится и мы видим, как взрывается она. На всякий случай, если кто-то уронит гранату, иногда бывают аварии, люди гибнут. Один офицер увидит как солдат уронил гранату и офицер упал на гранату и живот у офицера был разорван, но слава богу, никто не пострадал. Поэтому эта тренировка очень важная. Обычно в армии 50 минут идет занятие, потом 10 минут перерыв. И это был перерыв. Большинство солдат курили в это время. Я же мой товарищ. Знаете, мы получается не так давно в армии, поэтому звонили только имена. И этот солдат говорит, слушай, у тебя что, нет перчаток? Он спрашивает у меня. Я говорю, слушай, проблема. А что случилось? Ночью я проснулся, кто-то украл мне перчатки. Он говорит, ой, дурак, надо было сразу мне сказать. Я у него спрашиваю, у тебя что, две пары перчаток? Да, у меня две пары перчаток. Я говорю, ты где украл его? Да, нигде не крал. А как у тебя тогда две пары перчаток? А, мой брат старший, он здесь офицер. У меня было морожение рук, поэтому у меня проблемы с руками. И брат мой дал второй пары. Может товарищи, друг? Вот, возьми, это тебе. Знаете, я много раз видел, как Бог действует в моей жизни. Но в тот день у меня появилась вера, что Бог действует в армии. Бог слышит мою молитву. 28 месяцев я служил в армии. И каждый день я видел, как Бог помогает мне и ведет меня. В 68 году 8 июня я закончил службу в армии. И когда я выходил из нашей части, знаете, о чем я подумал? Если такой Бог будет со мною, даже в пустыне Сахара я смогу выжить. Даже в Южном полюсе я смогу выжить. Как это могло получиться, когда я читал Библию? Я обнаружил сердце Господа Бога, которое в Библии. И я соединяюсь свое сердце к слову. И когда у нас одно сердце с Богом, это касается и супруг, когда одна душа, они счастливы. Если же их души будут отличаться, тогда даже будучи супругами, они будут чувствовать себя врагами. Если наше сердце будет сердцем Бога, по-другому можно сказать так, вера в Бога. Когда мы слушаем Слово Бога, читаем Слово, и когда мы принимаем это Слово, мое сердце становится единым с сердцем Бога. И тогда Бог удивительным образом начинает действовать в нас. Вы не представляете, как это удивительно. 62-м году я встретил Иисуса. Его кровью все мои грехи были омыты. Когда я читал Библию, чем больше читал Библию, я читал, читал и читал Библию. До свадьбы я много раз читал Библию. Десять раз прочитаю, двадцать раз прочитаю, тридцать раз перечитаю, пятьдесят раз прочитаю, шестьдесят раз прочитаю, семьдесят раз и читал дальше. Что удивительно. Я уже говорил вам, до того, как я поверил в Иисуса, я читал романы. Очень было интересно читать романы. И любимый мой роман я мог прочитать два раза на месте, а третий раз я читал только самые интересные места. Но что удивительно, что полностью больше я не мог читать. Библия же. Я конечно точно не знаю, но сто раз пока не прочитал. Но почти сто раз я прочитал Библию. но в Библии я обнаруживаю сердце Иисуса. И когда я принимаю сердце Иисуса мое сердце, мое сердце становится единым сердцем Бога. Это называется вера. Когда мое сердце будет единым с сердцем Иисуса, то в моей жизни я вижу, как Бог действует. хотя я некрасивый, хотя я слабый, хотя я бедный, хотя у меня есть трудности, но поскольку Иисус со мной, ничто не может быть проблемой. Когда мы служили в армии, часто мы голодали. В то время экономика Кореи была очень тяжелой. Поэтому офицерам нечего было продать. поэтому они продавали рис. Тот, который накладывал рис, он знаете, берет специальный сосуд, вот столько риса и накладывает раз, два, раз, два, раз, два. У него прямо технология есть. Смотрим, у кого уже больше риса. Но если посчитать рисинки, конечно, мы не считали, но мне кажется, у всех было одинаково. Что интересно, что все рисинки стоят и прямо видны щели между рисами. Если тарелку стукнуть об стол, тогда рис падает. То есть мало нас кормили. Мы были голодными. Очень были голодными. Иногда хочется еще, но у нас не было денег. Я думал, но в армии и так кормят, зачем мне брать с собой деньги? Когда я говорил, что я пойду служить в армию, то многие мне дали деньги, но я их пожертвовал и пошел в армию. Мне однажды хотелось рисовый пирог съесть. Конечно, я не могу все рассказать, но находясь в армии, я ясно видел, как Бог действует во мне. Бог многому научил в армии. когда мы выходили из этой части, я думал, если такой Бог будет со мной, тогда даже в пустыне Сахар я смогу выжить. Даже в южном полюсе я смогу выжить. Вот такое сердце охватило меня. Я не могу, конечно, рассказать все, что произошло в армии со мной. Даже всю ночь если я буду рассказывать, не хватит времени. но Господь Бог жил во мне и действовал. Я был очень благодарен Богу. Как Бог может быть в нас? 66 книг Библии это слово Бога. И мы верим в Иисуса Христа. А когда мы веруем, Иисус входит в мое сердце. И у нас будет единое сердце с Иисусом. И все мои проблемы будут проблемой Иисуса. 62 году октябре 7 октября я кровь Иисуса Христа получил прощение грехов. До того я ходил в церковь, но всегда считал себя грешником. Я исповедовался и молился, чтобы Бог просил меня и просил со слезами, чтобы Он просил меня. Но когда я читал Библию, Библия удивительная. Потому что Слово говорит, что Он оправдал меня. Хотя я согрешил. Хотя я обманывал. Хотя я воровал. Хотя я сделал злое. Но Библия говорит, что я правда. В Кремле на 4 главе 25 стихе написано, который предан за грехи наши, а также для чего Он воскрес? Чтобы оправдать тебя. Чтобы сказать, что ты оправдан. У тебя нет греха. Ты чист. Чтобы сказать об этом, Он воскрес. И говорит, посмотри мне на руки. Посмотри на этот шрам. Это доказательство, что вместо тебя я получил наказание твое. Посмотри на шрамы на лбу. Вместо тебя я надел терновый венец. Посмотри на шрам у меня на животе. Вместо тебя копье вензили в меня. Меня избили плитю. Разорвали одежду. Мне ввели копье в живот. Вместо тебя я получил уже все наказание. вот во что мы должны верить. Многие люди сегодня говорят я грешник. Знаете что это значит? Это значит что Иисус умер на кресте за меня но он не смог очистить мой грех. Это получается что Иисус проводил свою миссию на кресте. Представляете как это злит Бога. Я же поверил в эту истину. в Кремле нам 3 главе 23 стихе написано все согрешили лишенной славой Божией. Я говорил об этом и вчера. Что удивительно нет людей которые бы не знали 23 стих. Но очень мало людей которые знают 24 стих. Следующий стих это 24 стих. Что же написано в 24 стихе? Получая оправдание дара 23 стихе написано что нет Иисуса а только мы и есть грех. Мы были грешниками мы согрешили а в 24 стихе был грешник но также был Христос искуплением во Христе Иисусе это не искупление которое нас схватывает это значит что Иисус искупил нас по благодати Божией даром мы ничего не сделали не потому что я что то сделал а потому что Иисус искупил меня поскольку он очистил мой грех поскольку он получил вместо меня наказание получили оправдание дара нет греха говорит вот что мы получили это удивительно мы должны веровать именно в это но сегодня многие люди которые ходят в церковь говорят что Иисус умер на кресте за них продолжают называть себя грешниками так говорят враги креста если мы будем называть себя грешниками получается Иисус Христос зря умер на кресте провалил свою миссию нет слов которые бы поносили Иисуса чем эти слова это неверно мы омылись совершенным образом и это не мы сделали мы не можем очистить себя чисто мы ничего не сделаем Иисус все сделал совершенным образом чистящим образом святым он совершил и в библии в разных местах говорится об этом первая коринфия на 6 главе написано 10 стих ни вор ни лихаим ни пьяницы ни злоречивые ни хищники царство Божие не наследуют если совершить такой грех не попадем в царство небесное но нельзя смотреть только на 10 стих надо посмотреть и 11 стих нельзя смотреть только на 3 главу 23 стих римлянам но надо смотреть еще 24 стих в 11 стихе написано и такими были некоторые из вас да среди вас есть еворы есть пьяницы есть согрешившие есть те, которые ненавидели кого-то есть такие слова говорят и такими были некоторые из вас именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего но омылись но осветились но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего в В Библии есть слово «но». Да, мы согрешили. Но вы омылись. Ты согрешил. Но ты осветился. Ты согрешил. Но ты оправдался. Именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Аминь. Вот это нужно принять. И это есть вера в Иисуса. Если Иисус умер на кресте, но если мы остаемся грешниками, тогда если Он не умрет, то тоже остаемся грешниками. Тогда для чего нужно было Ему умирать на кресте? Что, получается, Иисус умер зря? Нет слов, которого вы бы относили Иисуса, больше, чем эти слова. Вы неправильно рассуждаете. Иисус был распят на кресте. И Он очистил наш грех. Аминь. Аллилуйя. Библия говорит об этом. Да, вы согрешили. Но. Но. Ты омылся. Ты согрешил. Но. Ты осветился. Ты согрешил. Но ты оправдался. Ты стал святым. Так говорит нам Иисус. В Исаии 53 главе написано. Исаия говорил. Это было за 400 лет до пришествия Иисуса. Но Он пророчествовал, говоря, что придет Иисус. И знаете, что Он сказал? Но Он изозрен был за грехи наши. И мучим за беззакония наши. Он имеется в виду Иисус Христос, который придет. Наказание мира нашего было на нем. И ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, и собратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Иисус взял на Себя грех всех людей. И Он умер на кресте. Таким образом, Он очистил все наши грехи. Мы веруем в это. Мы прочитали «Четвертый царств», в которой рассказывается о жене сына пророческого. И в нашей церкви есть мессийская школа. И есть случаи, когда муж с женой приходят и учатся. Жена сына пророческого не имела веры в Бога. У нее были только мысли. Она вышла замуж, у нее родились два сына. Но однажды ее муж сказал, «Я хочу служить Богу». И поступил в мессиаревскую школу. И все семьи, они пошли и проходили тренировку. Поэтому и супруга, и сыновья учились в мессийской школе вместе. и проходили тренировку. Муж, он имел веру и радовался, что может служить Иисусу. Однако у супруги же не было веры в Бога. «Ой, зачем молиться?» У нее не было веры. Господь не знал, что же сделать с нею. Ее муж молится, а супруга спит рядом. Когда муж читает Библию, она не была заинтересована чтением Библии, она занималась кулинарией. И хотя она пришла в мессийскую школу вместе с мужем, но ей больше хотелось зарабатывать деньги. Но однажды, знаете, что случилось? Неизвестно, какая болезнь, но ее муж умер однажды. Его супруга больше не могла находиться там. Есть один мой знакомый, который также поступил к Ганна. У нас был миссионер в Африке, в Ганне. Муж поверил в Иисуса и поехал миссионером в Африку, в Ганну. Также его супруга поехала в Африку, в Ганну вместе с мужем. Но ей там очень не нравилось. Ой, снова нет воды в кране. Нельзя пользоваться уборной. О, эти насекомые. Знаете, в Африке, когда белье вы сушите на улице, после этого нельзя одевать их сразу. Конечно, не везде. Но нужно утюгом все прогладить. Потому что насекомые откладывают в белье яйца. Оттуда выходит насекомое, которое входит в кожу. Потом, когда дети идут в туалет на улице, то через анус проходят насекомые. В таких регионах, вы, конечно, простите меня, но даже женщины не могут сидя сходить в туалет. Потому что входят насекомые. Поэтому большинство женщин ходят стоя в туалет. Это такие условия. Как жена сына пророческого. Вот ее муж ходит, передает слово. Очень рад. А жена устала от всего этого. Ой, насекомое снова. Почему же нет воды в кране? Когда я впервые поехал в Гану, в моей комнате оказалась вот такая ящерица. Поэтому я спал на кровати, а он спал под кроватью. Если я возвращаюсь в комнату, то ящерица здоровалась со мной, потом пряталась под кроватью. Но однажды он сделал большую ошибку и показал себя перед хозяином дома. Хозяин убрал кровать и поймал ящерицу и убил его. А я ведь его предупреждал, нужно быть осторожным. Да, там такие условия жизни. Этой женщине очень не нравилось жить в Африке. Часто нет воды в кране. Нельзя пользоваться туалетом. Много насекомых. Жарко. невозможно было терпеть. Но однажды вышел приказ. Им сказали, чтобы поехали в джунгли, потому что некоторые люди просят передать слово. И начальник нашей миссии там сказал, чтобы они поехали туда. Жена миссии не рассказала, никуда не поеду. Я что, сумасшедшая? Мне даже здесь не нравится. Как я могу поехать в джунгли? Я лучше в Корею еду. Не хочу никуда ехать. Но ее муж вошел в комнату и говорит, я так благодарен. Она подумала, о чем это он говорит? За что он благодарен? Дорогая, мы ведь плохо понимаем местный язык. есть люди, которые хорошо говорят на местном языке. Но нас отправляют? Как это хорошо? Ты же тоже благодарна? Она сказала, ну да. И так они пошли в джунгли. Сели в автобус, поехали до города Кума. Дальше не было транспорта. поэтому они сели в грузовик, который возит дерево в джунгли. А дальше нет дороги совсем. Пришел проводник и вот так согнувшись нужно было идти. И мы с женой шли за проводником. Знаете, в джунглях очень темно. два часа они шли пешком и пришли в место, где убраны деревья и стоят где-то 50-60 домов. Вот в такую деревню они пришли. По вечерам они собирались, изучали Библию и передавали слово. Но однажды одна женщина принесла яйца. миссионер угощайтесь. Кто-то принес кокос, кто-то принес папаня. Приносили угощения и приносили курицу и очень было хорошее время. Но однажды вечером, когда все разошлись, человек, который пригласил миссионера, сказал, пожалуйста, простите меня. Я хотел слушать ваше слово, поэтому пригласил вас. но мне нечем угостить вас. Вот это дерево папаня, в котором есть папаня, это дерево моей супруги. Моя супруга богатый человек. Она богатый человек, а я бедный. Это дерево, на котором нет папаня, это мое дерево. манго, это дерево, в котором уже нет манго, это мое дерево. А дерево, на котором есть манго, это дерево моей супруги. И кокос, и банан, это все моей жены. Жена миссионера подумала, даже если все сложить, будет стоить меньше 20 долларов. Вот скупая африканка. как это можно делить? Это твое, это мое. Хотя они супруги, но у них такие отношения. Она думала, что это за супружеские отношения? Так она размышляла. Но потом удивилась, потому что она может быть не делит с мужем кокос или банан, но в другом плане она поступает так же. И с того момента она поменяла свое сердце. Однаруж же, насколько она неправильно жила, и открыла свое сердце. Прошло немного времени, эти супруги поехали в страну, где используют французский язык. И английский язык выучились с трудом. Но она поехала в страну Бенин, где используют французский язык. Ее сердце изменилось. она взяла рюкзак, куда положила Библию на английском языке, Библию на французском языке, словарь на английский язык, на французский, и взяла рюкзак и ходила проповедовать. говорила на английском, пыталась передать Евангелие на французском, и она вела счастливую жизнь. И однажды она заболела маларией, и к сожалению, она покинула этот мир. Мы криминировали ее. На горитый долг мы похоронили ее. Жена миссинира конь Бенин, в котором она служила, мы там построили центр для нашей миссии, правительство дало землю, сделали футбольное поле, баскетбольное поле, построили больницу, и там работает больница. Сильно действует Бог в одинаковых условиях, но в зависимости от одной мысли все меняется. Это жена сына пророческого. Хотя жила с мужем, она думала только по-человечески, поскольку не знала Бога. Мир веры ей не подходил. Но поскольку был рядом муж, она не могла уйти. Но однажды муж умер. Ее муж умер. Она начала думать. Все, теперь мне пора уходить. Она сказала окружающим, простите, пожалуйста, но у меня нет веры. Я хочу уйти. да, все хорошо, до свидания. И так она ушла. Она усердно зарабатывала деньги и хотела хорошо воспитать детей. И с чем она начала заниматься? Она взяла деньги взаймы и открыла свой бизнес. Но не получалось. Потеряла деньги, снова взяла деньги взаймы. ее долг начал расти. Но бизнес ухудшался. Не было способа, чтобы покрыть долги. Взаимодавец пришел к ней. Но поскольку нет ничего у нее, спрашивает, когда вы дадите деньги? Подождите, пожалуйста, месяц. Взаимодавец говорит, хорошо, женщина, я подожду вас еще месяц. Но вы скажите, как вы хотите вернуть деньги мои? Что бы ни случилось, я верну вам деньги. Правда? Договорились. Я буду ждать еще месяц. Но если вы не вернете через месяц деньги ваших двух сыновей, я продам в рабство. Верните деньги. она испугалась. Ведь два сына это все, что у нее есть. И сейчас сыновей хотят продать в рабство. Ее сердце разрывалось. Она осуждала мертвого мужа. Как бы ни сказала, путь не могла найти. Не было способа. Не знала, что делать. День приближается. Скоро сыновей схватят и продадут в рабство. Тогда всю жизнь они не смогут встретиться. Не известно же, куда их продадут. Она размышляла, осуждала умершего мужа, осуждала родственников, но не было способа. Господь Бог для этой женщины, чтобы дать веру ей, дал сложности и забрал ее мужа. Если с самого начала у нее была вера, тогда мужу можно было не умирать. Но Бог возлюбил ее, чтобы у нее была вера. Господь забрал ее мужа, но она не сразу поверила в Бога, занималась бизнесом, долги только росли, и сыновей хотят теперь продать в рабство. Эта женщина не имеет другого способа, поэтому к тому пророку, к тому Рому так лихомысленно относилась, обратилась. Господь Бог дал сложности в ее душу и хотел вести веру в Бога. эта женщина подумала, через несколько дней моих сыновей продадут в рабство. Было очень печально. Она плакала, потом переживала. Сыновей еще не знают, что происходит. Поскольку нет другого способа, она обратилась к Богу, в Которого верил ее муж. Она встретилась с пророком Елисеем. Елисей говорит, что мне сделать для тебя? Что есть в доме твоем? «Ой, человек Божий, в моем доме есть только один сосуд с Елием, больше ничего нет». Человек Божий говорит, «Сыновьями твоими, пойдите к соседям и соберите сосуды пустые, соберите немало и наливайте туда масло. И когда наполнится, отнесите в другое место». И так сказал пророк. Для этой женщины кажется, это чушь. Раньше бы она не поверила. Но поскольку у нее нет другого способа, она поверила и собрала множество сосудов в своем доме. Начала наливать масло. Было удивительно. У нее был один сосуд. На самом деле, чуть-чуть там совсем осталось. Но масло наполняется. «Мама, мама, смотри, масло наполняется!» Эта женщина была впечатлена. Я не верила в такого Бога. Я верила в себя. Она была так благодарна. «Бог, ты хотел научить меня такой вере. Поскольку я не могла поверить, ты забрал моего мужа, сделал, чтобы были долги. Когда у меня не было дороги, ты сделал, чтобы я пришел к тебе. Ты так меня ведешь, Господи. Мама, смотри, масла становится все больше и больше. Уже три сосуда наполнены. Да, сынок, да, сынок. Вот почему мой муж верил в Бога. Так Бог действует. Она была очень тронута. Все сосуды были заполнены. Весь дом наполнился ароматом масла. Принесите еще сосуд. Мама, это последний сосуд. Налили масло. Больше нет сосуда? Да, мама, больше нет сосуда. Масло остановилось. Она пошла к человеку Божьему и рассказала все. И человек Божий сказал. «По идее продай масло и закрой долги свои, а оставшимся живите». По милости Господа она закрыла долги. Мы подобны этой женщине. Мы верили только в себя. Но через трудности, через жизненный путь у нас появляется вера в Бога. И Господь действует. И тогда долги решаются и масло переполняет. После тех дней я также поверил в Бога. Я много раз видел, как невозможность совершает Господь Бог. Я желаю, чтобы каждый из вас также поверил в Бога. Он всемогущий Бог. Он очистил наш грех. Он решил все наши проблемы. Он истинный Бог. Веруйте в истинного Бога. Пока Он будет с вами. Во всех ваших проблемах Он будет проявлять свою милость. Я верил в такого Бога и получил безграничную милость. Я желаю, чтобы Его благословение было с каждым из вас. Давайте помолимся. Святой Господь Бог, мы благодарим Тебя для того, чтобы благословить жену сына пророческого. Господь Ты забрал ее мужа. Если бы она поверила с самого начала, то можно было не забирать мужа. Ты дал трудности и забрал мужа. И когда у нее не было своей дороги, она поверила в тебя. Тогда ты решил ее проблемой и дал благословенную жизнь. Так же и у нас ты действуешь. Помилуй, чтобы мы поверили в тебя. Пускай твоя безграничная милость переполняет каждого. Мы благодарим тебя. Молились во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо за внимание. Субтитры